Сзади лежачий Будда. Его потом и было. Такая святыня буддийская. Короче, тут жил монах. Этот монах долго медитировал. Стал святой для буддистов. Он умер. Его тут построили этот храмовый комплекс. Вот эти все сталактиты вырастали. Там расскажу. Обезьяны поселились. Обезьян, конечно, куча. Бегают и сейчас видно там по всему этому скачут, по городу. Скала, конечно, гляньте. Скала Фрегла. Это такие хижинки, где живут монахи. Подла в номере. А монахи сейчас... А что же они делают, интересно, тут? Они собрали, медитируют. Ну, они так и по хозяйству иногда часто делают. Они же едят только на подавянной, да? Да, они утром собирают до 7 часов. У нас все они один раз в день. Собирают где? По городу или что? Ну, вот где близлежащий. По селам, да? Он проходит. Чаще всего это еда, как раз. Мы считай, что себе приготовили с утра. Ну, привозят. Насыпали ему, да? Вот это все, оно построено и содержится на деньги прихожан, то есть вот местных жителей. Приходят жертвы, там, 120 тысяч. Ну, кого побольше возможности есть, тут. Он и миллионами жертвует, и сотнями миллионов. У них тут храм вот большой в Бангкоке. Ага. Дама Хая. У него отметная стоимость, там, 2 миллиарда долларов подходит. 30 лет он строился. Миллион человек одновременно на медитацию собираются. Миллион человек. Ого. Ну, представьте, стадионы, да? Вот вроде большие сооружения. Однако там, ну, 100 тысяч. Ну, да. Миллион. А где же они помещаются? Ну, так построено, все продумано. У, на обезьян куча осталась. Там сторона, вот он квадратом получается, это здание. Километр на километр. В территории храма. Угу. Для обезьяны. Как они сюда приблудились? Что они сюда пришли? Непонятно. Да? Крикарму можно привозят. Видели, там, и бананов, и на самаре. А жарить сейчас, наверное, 40 градусов? Нет? Меньше? Нет. 35 максимум. Ну, жарко прямо. Ну, то, что на столке топит. Так, ну, вы еще вот туда пройдите. Вон монах стал тут. Скульптура большая. А я к машине пойду. А где вот тут есть монах, который типа умер, но он не умер? Что-то говорят. Все в Бангкоке. Там живой. Наверное, он не умер. Ну да, там такое... Медитация типа. Ну да, медитация типа. В Уяте это есть. А нема в Бангкоке этого, да? В Бангкоке нет. Ну, есть мумии у них. Там какой-то типа говорят, что аж у него сердце бьется. А, нет, это басни. Басни, да? Это же так думаете. Ну, Никачангин какого-то показывали. Понимаешь? Что, живы? Вы же были, да, Никачангин? Ну, были, да, нам не показывали. Как не показывали? Да мы же сами были, да. А вы сами были. Там, короче, он оставился, да. Недалеко. Там лежит у них под стеклом. Уже сколько лет он лежит. Ну, как бы вот. Живые типа, да? Выглядит, ну, никак. На мумию совсем не похож, да? Ну, вот так, круто. Не разложился. На машине монахов тоже есть. Ага. Собачка такая. Ой, Боже, хай бахнул. Иди отсюда. Монахов, охраня монаха, мамочки. Это, вот видно, какой-то тоже их монах стоит тут. Ноги расставы, вот так, короче. В ходе лотоса. И что, выходим отсюда? Через ворота? Даже в другую сторону. Паттайя, Паттайя. Не, прикольно вот это, да? Мне понравилась эта скала красивая офисиана. А это уже, типа, тут магазин. И везде собаки. собаки у них по традиции они поехали диод и пологе на царь бы их родители тигры а грачками света да 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 глянь ты точно ого будто наблюдая да тут страшное щось таки с обезьянами тут выдают такие фонарики сразу потому что там темно да получается куда его на голову одевать а вообще сколько денег вот надо чтобы прожить вот допустим фото в паттайе вот вы живете сколько надо денег так вот внимание вы знаете основные расходы будут виза и жилье разные бывают запустим вот пенсионная как называют она гораздо удобнее дешевле но нужно быть 50 лет наш получить пенсионную не вырулишь да пока ты молод они как-то очень пожилым относится здесь очень много пейцев обратили внимание сколько пенсионеров с родителями со своими 70 лет и и когда мы поехали на этом корабле на острова да мы так сели да потом мы вышли где-то и наши места заняли китайцы и он так подходит вот наш так быстро так вот так раскидал мой родителей посадил потом за ручку их вел паску такое отношение к отцу подходит босс через пять минут уезжаем значит вопрос был сумма да я считаю тысяч 15 бат имбанем они это 500 долларов примерно до но это вообще-то и зарплата минимальная где-то близко 10-12 тысяч это минимум получаю тогда не поставь гостиницы поломой это правительством прописано минимальная это сфера обслуживания из сфера производства ну тысяч 15 насколько они платят допустим за коммуналку если своя квартира да хоть какая на своя не своя вот у меня на счетчике 300 бат примерно и вся коммуналка больше ничего нету да там не владелец платит ежегодный взнос содержание ну тут же бассейн уборка охрана лифты у меня кондики 5150 бат вы снимаете да я снимаю да но хозяин платит годовой а я плачу ему аренду 5000 месяц и 5500 получается да а интернет сколько у вас стоит тут скоростной такой я не знаю сколько проводной стоит у меня где-то 300 400 бат зависит от того как киношки смотрю 3g так тут змеи него а вообще кроме как здесь еще где-то змею видели задавленную на дороге все да а то ряд тут и летучие кобры какие-то крафт или что-то не такая зеленая она прыгает так по деревьям то ли гуфи то ли мамба зеленая мамба мамба вот это это я везучий обращайте внимание у него фобия просто кусала гадюка когда-то аскорпионы водятся тут деревья такие интересные что-то за дерево такой вот такими корнями это тетрамилис мы вот поедем на ту сторону к водопаду там на деревьях таблички написаны с названием да а палка надо да конечно на палку я первый иду паукин чтобы на лицо не прилипало неприятно перед собой и вот такие два шеста говорит зачем говно замерзает сшибать а второй год такая дырка но если тут это самое кусает гадюка что-то тут больницы все езда но ряд таиланде от за год умирает всего лишь 20 человек от укуса змеи да 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 они охотятся слушайте такой подъем крутой конечно береги нас ждет о мать и прибор же идем прям джун не абс роду сюда не пошел бы конечно сам бы никогда в жизни мы так быстро поскакал и грибок о боже очень ядовитый надо понимать по виду надо конечно кроссовки одевать да ну а вы читали поход в горы не подумали что у меня в лёгкие стены главная садочка такая деревянная лестница я думаю что вы намного тяжелее меня сколько это во мне 83 килограмма а что это за дырки интересно там кто-то живет что увидим промытое когда-то это было все монолитом то есть целая шкала да а потом сама порога она неоднородно песчаник с краплениями известняка известняк вымывался когда-то когда-то вообще вот ты говоришь миллионов 200 лет назад эти горы были островками равнина была но это все вода промыла потом это суза начало подниматься они оказались на поверхности уже дальше дожди дело продолжить интересная сена голову такое свалится оттуда а ну что же там дробится и так можете кирпич себе городе так арка недавно обломилась это в новостях была которая стояла тысячи лет где там это арка знаменитая в море ой тут темно уже мама дорогая шо ци таки ой 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 куда же мы идем а как же дальше а я слышу пищать ну ближе мы ничего и увидим зайдем такая небольшая пищевка потом влагаем она то есть можно всем понравить его на улице идем в таком пещере она какая-то дорожно правой стороны лево боже что ты такая доски непонятно как идти и господи и пещеры тут ходы интересно тут люди заходят туда сами такие экстремалы тут же если не знать не знать можно не выбраться наверно смотрите какие дырома это дерево да вон дерево идет видите какой корень решает очень красивое место такое типа грот или шона расщелена да дерево прямо из скалы выросло коляна ведет в ущелье наверно тупик но мышей тут не видно летучих потому что здесь светлая нет да 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 тут видите тупик все то есть такая расщелина и тупик хорошо что ты делаешь это корни деревьев такая веревка видите она у нас дернет прочная не привыкли все их кормят и сразу сбегаются да в кучу так может нам надо через нос перейти наверное нам надо подняться и пойти дальше по тропе сюда выше на что там там же полы что там рыбки уже ожиревшие как за ноги вот так что я в 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 там что-то другое там на картинке было нарисовано 1 маленький 2 редки третий большой вот он сказал а дальше 4 5 еще все спалники послушали воды нету да воды нет а подниматься такие здоровые да там такие тела да толстые смотрите хобана вода классная мужчина работа у раймонда паулса у его семьи вот этот мужчина из латвии местные кормят рыбок пытались ставить рыбок это невозможно не скользкие выскальзывает из рук кусают за руки за ноги в общем вот такое место я посчитаю что шикарная просто некоторые прыгают отсюда забираются глубина я не знаю там дна не видно не слышно может быть и 10 метров может больше вот здесь такие как платформа на нее можно наступить а дальше уже не наступишь везде стоят люди туалет и душ тут и купаются тут и в туалет ходят приехали на какое-то такое озеро где-то черные лебеди должна быть такие домики красивые вот это вот паулса это черный попугай можно пальчик засунуть сюда красивый что ты сказал привет михао привет ты тоже была тогда михао 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 что что не говорите алло ты что автоответчик тут а что ты кажешь а ну кажешь а а ну hello Здравствуйте! Что ты мяукаешься к посту? Все, что? А ну еще раз скажи Что, что, что? Неха, неха Хау-хау Класс Красивая природа, да? Тут тоже рыба есть, видишь? Рыба есть, рыба есть Не видать Где-то должны быть черные лебеди, но что-то их Не видать А, это не карпы Что? А, да, это не карпы Здесь и карпы есть Такие-то вот Серенькие А вот эти вот Вот Вон вот Получается А вот А ведь арп Она думает, что мы в ресторан Ага Нам надо... Дальше Скоро Блэк сван Да не битвиш Лебедь Спалять, да? А верри А верри слип? Аа, слип Понятно Я сплю дальше. Да, да, что-нибудь спят. Да, ну спят лебеди, чтобы мы действительно. Красивый ресторан такой, да? Это дорога к ресторану получается. Ну вот она же сидит официантка по улице. Очень красиво. Да, здесь спят лебеди. Десяти людей, как таково, нет вообще. Угу. Это что такое сувенирный рак. А вот видишь эти штуки, которые мы хотели купить? Типа ракушки светающие. Смотри, сколько этих. Сувенирные лапки. Как тебе нравится? Слушай, я могу... Я могу собрать и не купить такой вот. Как ты думаешь, классно? Красиво, да. Лучше, чем покупать белок. Конечно. Да? Конечно. Бери. Будда на скале нарисован там. Будда на скале нарисован там. Секция надо брать молоток четыре раза этого. Есть экскурсия в Магия Востока. Вот по всем этим местам. Смотрите, вот видите Будда на сцене. Это какая-то актриса Джеки Чана играла где-то в фильмах. И король подарил вот эту всю территорию. Это вообще фотография принцессы. И золото. Да. В общем, эта актриса какая-то король подарил участок. Тут и озеро, и сады, и все на свете. Она с Джеки Чаном играла. Ты сказал, что из золота сделала? Из золота. Скалался. Куда? Гатаю.